Добрый день, спасибо, что пришли к нам в студию. Для начала хотелось бы попросить вас рассказать, какие события происшествовали мартовскому геноциду, в частности, как я ранее отметила, что в Зангизуре также произошли массовые убийства азербайджанцев. Как вы считаете, чем была вызвана такая жестокость? Во-первых, в этот момент из Турции Антроник привел 30 тысяч человек армян, и их нужно было куда-то поселить. Кроме того, это было накануне поразглашения независимости в трех государств, которые образовались на обломках Российской империи после распада Сейма, который вы помните. После этого каждый стал строить свое государство, и армянам нужна была территория, поскольку они оказались в такой ситуации, когда у них территории практически не было. Когда три республики создавались, если Азербайджан создавался на территории Елизаветы, Польской и Бакинской губернии, то есть губерния предполагала сплошное население, а в армян получилось так, что у них были уезды. Уезды – это сельское население, сельские объединения. То есть сплошной территории у них не было, потому что она была в перемешку. Там было очень большое количество азербайджанцев. Дело в том, что Армения создавалась на территории Ириванского ханства, в котором азербайджанское население, то есть мусульманское население, тогда оно считалось так, по религии, тогда по национальности мало кто определял. И поэтому так получилось, что населения компактного армянского не было, азербайджанцев жили по всей территории вот этого армянского, то есть Ириванской губернии, бывшей Ириванской губернии. Да, ну это исторический факт, да. Вот. И получилось так, что он привел, этот Андроник привел 30 тысяч армян вооруженных, и они начали этнически чисто, они стали изгонять местное население для того, чтобы создать сплошную территорию, чтобы потом можно было провозгласить государство. Причем на первоначальном этапе у них территория была всего-навсего 10 тысяч квадратных километров, то есть сегодня 29 тысяч квадратных километров. Там было 10 тысяч, у них даже столицы не было как таковой, потому что они планировали город Александрополь сделать своей столицей, а Александрополь оказался в зоне турецкой оккупации, то есть турки захватили Александрополь. Поэтому вот вся эта каша была заварена только для того, чтобы каким-то образом создать государство. И поэтому эти чистки стали проходить, потому что иначе нельзя было создать это государство. Если было бы большое мусульманское население, значит, оно было бы считаться. Если строить демократическое государство, значит, надо было всем давать равные права. Получалось так, что армян было меньшинство. И поэтому нужно было сделать компактное поселение этих армянских, и все поселить тех армян, которые из Турции были привезены, чтобы им дать территорию. А поскольку там жили озвучиванцы, их надо было просто изгнать. Ну, как изгнать? Нужно было расстреливать, надо было убивать, потому что никто своей территории, свою землю отдавать не хотел. Никто свой дом покидать не хотел. Армяне были более организованы, потому что они все-таки воевали на территории Турции. Тогда же шла война между турецкой армией и армянскими банформированиями. И поскольку они вынуждены были бежать из Армении, из Турции, вынуждены были бежать из Турции, они пришли на территорию Зангизура. И поскольку они были более обстрелянные, более обученные, поскольку это была все-таки какая-то вооруженная организация у них была, поэтому они проводили вот эти этнические чистки. И среди них тогда выделился Гарри Гинджи. Он как раз руководил одним из отрядов, потом он стал министром обороны, потом он стал спарапетом, то есть руководящим. То есть он благодаря этому геноциду, для того, что истреблял людей, поднимался по служебной лестнице тоже. Вот причина того, что произошло. Вот известно, что в ходе этих событий были убиты представители различных этнических групп, которые на тот момент на территории Азербайджана проживали. И в чем причина вот культивирования ненависти армян к другим народам, как вы считаете? Смотрите, дело в том, что они, армяне, не имели государства еще очень давно. И они жаждали каким-то образом создать свою собственную страну. И поэтому они считали, что... А как объединить народ? Каким образом можно было его еще сплотить, чтобы сделать для того, какую это государство создать? Для этого нужна была национальная идея. Национальная идея заключалась в том, чтобы истребить других и выгнуть других. Собственно, нацисты тоже самое делали. Как они сплотили гернемцев? Как они их собрали? Как они смогли за короткий срок создать такую мощную армию и такую мощную промышленность? Только за счет национализма. Ведь их идея была, это так и называлось, национал-социализм. Национальный социализм. Националистический социализм, если уж дело на то пошло. То же самое происходило и с армянами. Они с самого начала, все их партии, которые создавались еще до всех этих событий, в 1985 году была создана партия Армянакан. Она первая тогда ставила национальную идею. Она тогда уже проповедовала националистические идеи, потому что нужно было... Армяне-то жили в разных частях. Часть армян жила на территории Ириванского ханства бывшего и Ириванской губернии потом Тарской России. Часть жила на территории Турции. То есть они были разделены по разным странам. Их нужно было сплотить, соединить. Нужно было... Дело в том, что влияние церкви армянской постепенно падало. Ну, это понятное дело. Религия постепенно подходила. Значит, нужна была уже религиозная идея, армян не сплачивала. Поэтому нужна была идея национальная, националистическая. Только таким образом было же сохранить народ, который не имел своей территории. И вот эта идея националистическая, она, в общем-то, предполагала, что мы лучше, что мы выше, что все остальные никто, все остальные не люди. И их можно убивать. Ведь в программе Пашите и Дашнак Тучин откровенно проповедовалась вот эта вот идея очистки от этнической и идеи национального превосходства. Вот с этого все начиналось. То есть, одна партия постепенно передавала свою идею и другую. То есть, сначала Армян Акан, потом Дашнак Тучин. До нее еще Гунчак был. У них программы мало чем отличались. Только Гунчак говорил, что мы больше социалистической партии, но опять-таки только для армян. Социализм для армян. Опять национал-социализм. Примерно то же самое, как и нацистская партия Гитлера. Дашнак Тучин тоже проповедовал. Этнические чистки тоже проповедовал. Хотя они назывались демократической партией. И тоже там говорили о каких-то элементах социализма. Но опять-таки только исключительно для армян. Ну, конечно, о какой демократии здесь можно говорить. То есть, они говорили, мы будем строить рай на земле, но для своего народа. Остальные народам нам не нужны. Поэтому события происходили. И потом в Паку, если вы помните, события, мартовские события. Да, дальше последовали в регионах, в Паку. Да, да. Тоже Дро пришел. Тоже потом этот самый. Он здесь орудовал со своими бандами. Андроник часть своей банды увел в Кубинский район. Там устраивали погромы, геноцид. Это известные факты. И я помню, что был случай такой, когда защитили Иреи Красной Слободы. Они создали небольшой отряд, полторы тысячи человек. И, в общем-то, защищали свое село, свое поселение. То есть, геноцид шел не только конкретно против мусульманского, то есть, азербайджанского населения. Но он был направлен и против Малакан, и против евреев, и против представителей других народов. То есть, здесь нужно было нагнетать страх. Надо было, чтобы люди убежали. И вот они с помощью вот этой стратегии страха хотели расширить свою территорию. А потом сказать, что это наша земля, вот мы здесь живем, вот это все. Это уже наша территория. То есть, тогда шел вот такой вот процесс, потому что, когда становится государство, когда его еще нет, тогда и происходят вот эти все столкновения. Но армяне особенно в этом деле преуспели, поскольку они были действительно озлоблены. Они были изданы из Турции в связи с теми событиями, которые они сами же и спровоцировали. Турция не собиралась их выгонять. Но они сами в тылу турецких войск стали создавать партизанские отряды, которые боролись против турецкой армии в поддержку российской армии, императорской армии России. И их на это подбивали и британские империи. То есть, они оказались заложниками собственной глупости. Ну, это уже не проблема. Заинтересованных с тобой много. Да, поэтому все эти события и произошли. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. О событиях, предшествующих Мартовскому юноциду азербайджанцев 1918 года мы говорили с гостем нашей студии, ведущим научным сотрудником Института права и прав человека Национальной академии наук Азербайджана Моисеем Бекером. Продолжение следует...